В последнее время волна популярности кью-попа спала, не так ли? Это, возможно, отчасти связано с затишьем группы 91 и со снижением активности некоторых коллективов. Как бы там ни было, все равно у артистов данного направления постоянно что-то происходит. Предлагаю узнать о последних кью-поп новостях в следующей подборке. Группа EQ в Белоруссии на днях дает провел съемки нового клипа в городе Минс с популярной местной блогершей Мэри Сен. Пока неизвестно, какой будет композиция, но парни уверяют, поклонники наконец-то увидят сюжетную линию. Также музыканты обещали бомбическую коллаборацию и качественную видеоработу. Поэтому, чтобы порадовать своих B.I.B., EQ придется приложить все усилия. Группа Shizem на днях представила второй клип на песню «Багенбаймен». Работу коллектива, не считая фандома D.M.M., пользователи приняли отрицательно. Ни музыка, ни локации, ни даже танец артисток не оправдали их ожидания. Но больше всех зрителей раскритиковали внешний вид девушек и настойчиво попросили сменить стилиста. Подобный совет слушатели давали еще с выходом дебютного клипа. Но, похоже, Асы Лайдар, продюсер коллектива, на них и ухом не ведет. Еще один геллс-бенд радует кью-поперов. Группа Ice Blue представила тиссер своего дебютного клипа. Избулат Бедильхан после долгого перерыва снова взялся за продюсирование. На этот раз подопечными певца оказались девушки. Интересно, как оценят видеоработу зрителей и будет ли долгосрочным сотрудничество геллс-бенда с продюсером. Это мы узнаем уже совсем скоро. Остальные кью-поп-артисты тихо продолжают свое существование в шоу-бизнесе, изредка участвуя в различных мероприятиях. Группа Mad Men недавно дала мини-концерт в городе Актобе, а певица Зеруза вместе с коллективом Allars ездила в Нур-Султан. Ньютон пока в глубоком сатише и не раскрывает подробности дальнейшей судьбы бойс-бенда. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых интересных новостей. Гуляй на Аксенгар, Headliner.